Первенство Нижегородской области Борьба на паркете в первой игре первенства Нижегородской области по волейболу была нешуточной. Соперниками выступили женские команды Сарфаты и Вознесенская. Саровчанки проиграли гостям 0-2. Следующими на площадку вышли Княгинина и прошлые финалисты первенства Арзамас. Столкновение тоже не обошлось без эмоций. Сначала Арзамас в первой партии уступал свои позиции. Но спортсменки волю к победе не потеряли. Собрали волю в кулак и догнали Княгинина. После напряженной схватки Арзамас и вовсе разгромил противника с итоговым счетом 2-0. Вначале мы немного проигрывали, потом собрались и одержали победу. Как соперница? Хорошая соперница. Сильная, горная. Но, видимо, не хватило опыта немного. У девушек очень сложная подача. Были некоторые моменты, где мы не справлялись с ней. По мнению команды Княгинина, несмотря на поражение, они сыграли достойно. Честно боролись за каждый мяч. А для победы девушкам немного не хватило собранности. Но в будущем у Княгинина еще есть шанс взять реванш. Каждый проигрыш – это понятное дело. Как-то переживаешь, расстраиваешься. Но я знаю, что у нас есть еще один шанс. У нас будет еще одна игра с Арзамасом. В принципе, мы вполне можем взять реванш. Арзамас – достаточно сильная, сплоченная команда. У них хороший связующий. Он координирует всю игру. И поэтому они так слаженно и хорошо играют. На подходе Княгинина ждал следующий соперник – команда из Вознесенского. С ними волейболистки уже встречались на паркете в прошлых играх и одержали победу. Первая партия была за Вознесенским районом. Но в итоге Княгинина вырвали победу со счетом 2-1. Очередной тур первенства Нижегородской области по волейболу среди женских и мужских команд первой лиги прошло в Сарове впервые за долгие годы в спорткомплексе «Рфятсвнеев». В город приехали гости. Три женских команды из Арзамаса, Вознесенского, Княгинина и одна мужская команда из Сергача. Наряду со взрослыми командами честь Сарова отстаивали студенты СРФТИ. Тур проводится одним днем. Сезон по первой лиге начинается в октябре и проходит вплоть до конца апреля. То есть это длительное мероприятие, в течение которого являются сильнейшие команды как у мужчин, так и у женщин. Надеюсь, что в нашем городе когда-то появится флоп. И мы не будем переносить соревнования областные на площадки «Рфятсвнеев», потому что у нас появится своя площадка городская. Вот это очень важно для развития волейбола. Благодарственными письмами за помощь в продвижении спорта и волейбола в Сарове наградили организаторов мероприятия. Новые победы саровских спортсменов. Юные боксеры школы ИКАР участвовали в первенстве Нижегородской области среди юношей 13-14 лет в Дзержинске. В Саров представляли три боксера. Они заняли все призовые места. Первенство Нижегородской области по боксу для Данилы Тетерюк прошло удачно. Спортсмен провел два боя – полуфинал и финал. И встретился на ринге с соперниками из Бора и Кстова. Полуфинал Данила выиграл техническим нокаутом во втором раунде. В финале саровчанин победил раздельным решением судей. Как говорит Данила, подвела усталость. Из-за этого пропускал много ударов. Первый бой был более легкий. Во втором я сильно устал, не хватило дыхалки. Поэтому и раздельным решением судей один раунд проиграл. Несмотря на трудности, Данила Тетерюк стал чемпионом области. Юный боксер занимается в спортивной школе ИКАР три года. Это были его сороковые соревнования. И каждый выход на ринг для него – возможность для роста. Юноша мечтает выполнить кандидата в мастера спорта и стать профессиональным боксером. Я учусь на соревнованиях. Я анализирую соперников и знаю, какие ошибки я выполняю, когда боксирую. Я прихожу после боев на тренировки и отрабатываю эти ошибки, чтобы они не повторялись. Зарабатывать много денег. Но победить сначала Россию, потом Европу, потом мир, потом Олимпийские игры. И переходить в профессиональный бокс. Перед первенством области боксеры ИКАР усиленно тренировались. Работали на грушах, стояли в спаррингах, отрабатывали удары и технику. Представляли своих соперников. Тренировки и дисциплина – главные составляющие победы, считает Тимофей Блинов. Он стал серебряным призером области. Для Арсения Жирнова областные соревнования прошли чуть менее удачно. Арсений провел три боя, в последнем проиграл. Боксер объективно оценивает свои силы. Нужно работать над дыханием и техникой, а на тренировки выкладываться на 100%. Арсений Жирнов завершил тройку призеров и принес сорову бронзу. Я довольна, что я стал призером хотя бы каким-то в области. А так надо получше часто тренироваться и потом в следующем году выиграть область. Надо было работать, чтобы у тебя выносливость была получше, чтобы ты не отпускал руки, когда устал, а держал их. И все. Юные боксеры стараются участвовать в выездных соревнованиях как можно чаще, чтобы набираться опыта. Тренируются спортсмены у Вячеслава Дронова. На улице с каждым днем теплее, а это значит, что любители бега теперь могут заниматься на свежем воздухе. Бег помогает привести тело в форму, повысить тонус мышц и стабилизировать эмоциональное состояние. Весна – идеальное время для того, чтобы выйти на улицу и подарить своему телу радость движения на свежем воздухе. С приходом весны, когда природа пробуждается от зимнего сна, спортсмены и любители активного образа жизни снова начинают отдавать предпочтение уличным пробежкам перед закрытыми пространствами спортзалов и манежей. Бег на открытом воздухе не только помогает поддерживать высокий уровень физической активности, но и положительно влияет на настроение, способствует улучшению общего самочувствия и позволяет наслаждаться красотой оживающей природы. Чтобы бег на улице был в радость, нужно правильно подобрать экипировку. В качестве одежды для бега можно выбрать майки и синтетических материалов, отводящих влагу, шорты или спортивные брюки. Также лучше синтетические или плотные из хлопка для прохладной погоды. Не рекомендуется бегать в обуви для кроссфита, в теннисных кроссовках, кедах или обуви спортивного стиля. Оптимальный вариант – беговые кроссовки. Следите за техникой бега. Ноги должны быть все время чуть согнуты в коленях. Спина прямая, а корпус зафиксирован. Старайтесь приземляться на переднюю часть стопы, у основания пальцев, однако не оставайтесь все время на носочках. Сразу после приземления полностью опускайте ногу на землю. Соблюдайте технику безопасности при беге. Крепко завязывайте шнурки. Большинство травм во время бега связано с развязавшимися шнурками. Начинайте занятия с ходьбы, разогревайте мышцы. Если вы бегаете на улице, слушайте музыку в плеере тихо, чтобы полноценно ориентироваться в ситуации вокруг. Кратковременная, но сильная нагрузка на мышцы и связки бывает зачастую опасна без качественной разминки. Разминка и растяжка – неотъемлемый элемент перед любой тренировкой, тем более перед спринтерским бегом, и следует уделять этому особое внимание. Тренировочные нагрузки следует увеличивать постепенно. Для начинающих достаточно выходить на пробежку через день, 2-3 раза в неделю. Со временем можно увеличивать как продолжительность, так и количество беговых тренировок, или дополнять их силовым тренингом, растяжкой и йогой. Допустим очередование бега и ходьбы. Даже 6-10 минут бега в очень медленном темпе дают позитивный эффект. Положительных изменений можно добиться при длительности тренировки от 20 до 40 минут. Если вы бегаете на длинные дистанции, лучше брать с собой на тренировке сотовый телефон. Заранее ставить в известность о своем маршруте или его изменении родных, друзей и знакомых. Не бегать одному по незнакомой местности, чтобы не заблудиться. Бегать без наушников или слушать музыку в них тихо, чтобы слышать то, что происходит вокруг. Всемирная организация здравоохранения рекомендует для общего поддержания здоровья сердечно-сосудистой системы практиковать в неделю не менее 150 минут аэробных нагрузок низкой интенсивности или 75 минут средней интенсивности или их комбинацию. Продолжение следует...